В тынде уличных собак станут маркировать электронными чипами. На это выделят более полумиллиона рублей с городского бюджета. Администрация северной столицы Преамурия уже объявила тендер. Заявки принимают до 3 июня. Победитель аукциона будет отлавливать бездомных животных и отправлять их в приют, где их стерилизуют, вакцинируют и чипируют. После 40 дней пребывания, если четвероногая не агрессивная, его вернут в прежнее место обитания. А вы согласны с тем, что бездомных собак нужно выпускать обратно на улицу? Такой вопрос нашего сегодняшнего интерактивного голосования. Если да, звоните на номер 77 11 01, если нет, 77 11 02. Очередной полностью коммерческий старт с космодрома Восточный перенесли на сутки. Об этом стало известно за 40 минут до полета. По техническим причинам запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36-ю британскими спутниками «Ван В» в рамках миссии номер 47 был перенесен на сутки. Дата старта 29 мая, 2 часа ночи 38 минут местного времени. Сейчас ракета находится в предстартовом состоянии. Автоматика стартового комплекса зафиксировала сбой в одной из систем «Союза». Для устранения замечания понадобится слив окислителя с изделия. На это уйдет ровно 24 часа. Подъезд к селу Иванов Козейского района затопило из-за резкого подъема реки Правый Уркан. Спасатели организовали для местных жителей лодочную переправу. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗИПБ, спасатели со вчерашнего дня перевезли уже семь жителей Ивановки. Это школьники и сотрудники почты. Сегодня с утра переправа продолжает свою работу. На перевозке людей хотят задействовать две лодки. На сегодняшний день уровень реки выше отметки неблагоприятного явления и составляет 620 сантиметров. 28 мая в России отмечается День пограничника. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником. А на Площади Победы в Благовещенске накануне Дня пограничника провели боевой расчет. Увидеть, как люди в зеленых фуражках заступают в дозор, смогли все желающие. Отличникам службы на это мероприятие губернатор области Василий Орлов вручил благодарственные письма. Лучший школьный повар Благовещенска работает в пятой школе. В областной столице подвели итоги конкурса «Все вкусное детям». В нем поучаствовали заведующие производством шести столовых. Повара не только готовили несколько блюд, но и старались красиво их подать. Своё мнение по поводу готовых шедевров высказали и профессиональные критики, и дети. В итоге победительницей конкурса стала сотрудница школы номер пять Татьяна Бублик. Пользователи социальных сетей обсуждают новую скульптуру, которая появилась в парке «Дружба». Здесь, на берегу одного из водоемов, установили статую дедушки, который держит в руках рыбку. Эта композиция понравилась больше, чем влюбленные, установленные ранее и вызвавшие волну негатива у посетителей этой зоны отдыха. В ближайшее время в парке «Дружбы» поселятся еще два бронзовых рыболова «Мальчик с удочкой» и «Любопытный кот». Об этих и других новостях более подробно в наших вечерних выпусках в 18.00.